В результате, вот как я смотрю, кто так играет, он себя лишается хорошего звука. Это просто, считаю, минус 50% от возможностей инструмента. Сразу. Надо же не звучить. Ты можешь сколько угодно это делать. Да, да. Основное именно в жильной струне. Причем, что борочным смычком, что уже туртовским, которые тоже изначально играли же на жильных струнах. Даже туртовским смычком ты играешь иначе, извлекая звук, не работая площадями. И это очень большая разница. Я считаю, что ее нет. Понимаешь? Да. А дальше следующий уровень этого упражнения подключаешь к дыханию. Вниз, выдох. Вверх, вдох. Потом ты об этом забудешь. Но что останется правильного? Сила и слабость. Выдох, вдох. Я с дыханием занималась, но я пыталась, конечно, это подключить под дыхалку, и получалось, что... Я долго выдыхаю, ты должна все приспособить к физическому телу. Не надо приспосабливаться к деревянному инструменту, которому нет. Я как дышу... Ты дышишь и поддыхаешь. Каждый раз. А ты специально сделаешь упражнение, где ты подышишь. То есть просто... А, то есть... Гипертрофильный рывный вдох и выдох. А, поняла. Я просто думала, что это наоборот должно быть естественно. Вначале нет. Для чего это нужно? Во-первых, ты ощутишь сразу всю тяжесть, которую дают руки. Наступит расслабление. Больше кислорода, больше расслабления. Ты отдыхаешь мозгами. У меня кружица начинала сразу же. Очень хорошо. С тарикового кружения ворока идет. Особенно прекрасно. Дышишь. А потом ты дышишь, как обычно. Но все еще наблюдаешь за дыханием и смычком. Ну, я еще...